Да, друзья, в общем, нешуточные дискуссии разворачиваются по поводу того, как вообще считают эту пенсию. Ну, вот, допустим, сейчас под моим видео мы обсуждаем этот вопрос и у каждого, наверное, у каждого человека свое собственное мнение. Я, допустим, разговаривал уже на работе, меня один спрашивал, вот он мне говорит, вот смотри, допустим, есть ли у тебя там другой шторы класс. То ты же больше, да, больше с тебя снимают, это значит больше плачешь, и у тебя пенсия будет больше. Я говорю, да нет, процент, процент, допустим, отчислений в пенсионный фонд одинаковый. Сколько он там составляет, я точно не знаю, конечно, 18%, половину платят платьевы со своей бруто-зарплаты, половину платят арбатскеппер, работодатель. А чтоер, если у вас, допустим, третий шторы класс, у вас, допустим, там сколько, 20 с чем-то процентов, да, снимает, или сколько, я не знаю. Если у вас какой-то другой шторы класс, да, то у вас больше процентов. Это только с вас налог снимает, но это не идет в пенсионную кассу. В пенсию платят вот этот стабильный, 18%, допустим, и с вашей бруто-зарплаты. Но потом, куда, допустим, эти деньги деваются? Тоже многие, они думают, что они там копятся, и потом вы этими деньгами пользуетесь. Да нет, так как в Германии такая система, началась она еще с Бисмарка, в общем, ваши деньги, они директ идут этим, напрямую идут пенсионерам. Вы вносите в эту кассу, из этой кассы получает сегодняшний пенсионер. Поэтому всегда, всегда идет разговор о том, что работающих должно быть больше. Если работающих будет меньше, то тогда этот процент, возможно, повысит. Он будет составлять не, допустим, не 18%, а может быть, будет составлять 25%, да, что вы от своей зарплаты будете больше отчислять. Потому что, как там статистика говорит, что к 2040 году 18-летних будет намного меньше, чем, допустим, это сегодня. Вот еще сегодня, там есть фрайбертрек, когда вы платите, допустим, там, штор идет на вашу пенсию, и она, фрайбертрек составляет 24% или, может быть, сейчас 20%. А к 2040 году будет 100% обшторываться. И если, допустим, там, берется определенная сумма, если сегодня вы получаете, там, 1450, то к 2040 году вы будете получать 1100-300 евро с вас будет сниматься. Представляете? Это вообще-то жесть. Ну, в общем, некоторые, ну, вот, как я говорю, некоторые думают, что вот вы там платите и все, и потом, значит, из этой копилки. Нет. В Германии система накопления вот этих вот, как они называются, пункты, вот, каждый год вы собираете пункты. Есть как какая-то, какой-то образец, допустим, вот эта вот годовая зарплата. Как я и говорил, ничего здесь не меняется. Есть годовая зарплата. Составляет она, допустим, там, 38000. Эти 38000, это равняется, допустим, 35, там, с копейками евро. Я не знаю, как они там вычисляют. Или 33 евро, или 30 евро. Я точно не знаю. Ну, они как-то вот вычисляют. Вот. Ну, в общем, возьмем вот эту. Это бруто зарплата. 38000. Если у вас точно такая же, то вы получаете один пункт. В течение 45 лет, если у вас точно такая же зарплата, какая это, да, составляет одинаково, то вы набираете 45 пунктов. 45 пунктов на эти, допустим, там, 35 евро. Итого у вас там выходит, допустим, там, 1500 или 1600 евро. Вот это ваша пенсия. Все. Если вы зарабатываете больше, соответственно, вы накапливаете больше пунктов. Я там смотрел, ну, вот, посмотрите, я буду показывать здесь, да, там, я смотрел, там, разные пункты. Там есть, допустим, 60 пунктов. Вот. Это что-то около 1700-1800. Это я приблизительно, но вы увидите, что там, значит, какие цифры бегают. Вот. Я смотрел, как, допустим, насчитали у меня тестью. Вот они брали каждый год, вот они приехали сюда и учитывались все деньги. Все, которые получали. И эти года тоже получали пункты. Вот платят вам, допустим, там, какие-то подъемные деньги. Они получат, он получал пункты. Блин, я не сюда поехал. Здесь Бауштели. Блин, и я не доеду до этого, до заправки. Зараза. Ладно. В общем, вот он получал там, потом был какое-то временно арбат слезах. Это тоже все учитывается. Но, правда, там вы зарабатываете какие-то копейки. Получается, он набрал в общей сложности 12 пунктов и там тысячные. Представляете? Не сотый, не десятый, тысячные. Там еще три цифры. Получается, после запятой еще три цифры. Это вот, это копейки вот эти вот, которые мы все здесь собираем, да. Наша, короче, первоочередная задача собрать как можно больше этих пунктов. Не будет у нас пунктов, не будет ничего. А эти пункты зависят напрямую от вашей брутозарплаты. Так вот, у него по годам расписано, сколько брутон он там заработал. Или сколько ему заплатили. Бывает еще такое, что люди, допустим, работают в флегединст. Ну, не вот этот вот флегединст, где вы платите там налоги. Нет. А вы ухаживаете, допустим, за своим родственником, за соседом и так далее. И он вам платит флегединст. А, флегединст, ну, он получает флегединст и вам тоже платит. Ну, вот, соответственно, вы там работаете какое-то время, сколько там расписано. В общем, все это идет в плюс к вашей ренте. Я не знаю, получаете вы пункты или нет. Вот за детей вы точно получаете. Если, допустим, у вас родился ребенок, то на мать автоматически, если она работает, на мать записываются 3 года стажу. И я не знаю, конечно, один пункт или может быть 3 пункта, точно не знаю. Вот, если, наверное, скорее всего, только стажем. Если у вас дети родились в течение вот этого периода времени, 3 года, это Эрцинус Гельд. Если второй ребенок родился во время, допустим, ухода, да, за ребенком в течение этих 3 лет, то еще прибавляется 3 года к стажу, да, у женщины. Если еще родился ребенок, да, опять же, во время ухода за вторым ребенком, да, в течение вот этих 6 лет, то еще насчитывается. В общем, будет насчитывать, но чтобы между детьми не было, допустим, разницы больше, чем 3 года. Тогда это все учитывается. Вот, также учитывается, если вы ухажете за своим родственником, потому что есть такой закон, все это считает, и это идет в плюс. Также, допустим, насчет детей, когда вы воспитываете, допустим, ребенка, да, то считается тоже в плюс, в общем, как-то влияет на вашу ренту 10 лет, которую вы потратили на воспитание ребенка. Это тоже учитывается, но на денежный эквивалент, кажется, там не влияет. В общем, там так законно написано, что хрена разберешься без пол-литра, а нужно знать. Поэтому я, когда, допустим, собираюсь посмотреть, что конкретно там пишут, да, то они всегда делают отсылку, свяжитесь с императором, потому что каждый случай индивидуальный. Вы приходите, и вам надо все будет отговаривать. В конечном итоге, возможно, на вашу, допустим, ренту, на общую сумму это повлияет. Насколько, я вам не могу сказать, потому что все время отсылают к императору. Ставьте термин, идите императора, все посчитает. Если это действительно выгодно, все, вам тогда будет платить. Но если вы не скажете, не пойдете, не скажете, никто вам это не запишет. И задним числом это сделать нельзя. Еще те, которые проходили службу, да, не те, которые в армии служат, а вот у нас в Германии есть цивильденство. Это когда вы идете, допустим, молодой парень, альтернативная служба. Во! Альтернативная служба. Вот за эту альтернативную службу тоже идет стаж, года учитывается, но пункты, я не знаю, платят или нет. Вот говорю, на ребенка, на одного один пункт точно идет. Ну вот, это значит, в год, да, там вам начисляют уже там 35, допустим, евро чистых. А если учитывать, что там эти, я говорю, бедные пункты собираешь по каким-то по крупицам, в конечном итоге, если ты наберешь там 20 пунктов на так называемую, допустим, 650 евро эту ренту, то это еще хорошо. А так, допустим, 45, то там или 40 пунктов, там 1200. Представляете? Если вы за все 45 лет набрали, то тогда у вас будет, короче, такая пенсия. Ну вот еще не забывайте, что еще на нее будет налог, охренеть будет. Так что живем вообще. Я даже не знаю, как это назвать-то. Ну да ладно, в общем, понятно, да, что именно собираются пункты. А то, что, допустим, некоторые думают, что там как-то накапливают, ну, я не знаю. Я вижу вот такие вот расчеты. Да, захожу, все, смотрю, как они считают. Они учитывают именно брутос, зарплату каждого человека. Вводят вот эти пункты. Они собираются каждый год. Потом, допустим, то, что собрали вот эти все пункты, взяли, умножили на вот этот вот коэффициент, сколько он там составляет, 35 евро или 33 евро, да. Вот, все. И вы получаете чистую брутосумму. Больше ничего нет. Вот. Можете сами проверить. В общем, я еще подкреплю. Вы, наверное, уже видели. Я надеюсь, что я подкреплю. Это все вот этими всеми там фотографиями, видео поверх наложу и буду показывать, что как, допустим, они там считают. Все, на этом все, друзья. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok